Дорогие друзья, Алексей Ильич действительно не любит шпаргалки, как истинный заслуженный профессор. Поэтому, может быть, для начала кто-то захочет задать вопросы с места, устно встать и задать вопрос профессору. Это мы бы... Я бы очень приветствовал. Если это сказать... Нет, нет, ну что вы, что вы. Не надо, не надо, не надо. Рука тянется. Почему все-таки применим? Как бы нами христиан, если посмотреть на это суть существования государственного имя? За что так? Наверное, еще у многих, если бы вы не назвали. Вы даже не представляете, насколько сложные вопросы задали. Да, это действительно очень сложный вопрос. Я пытался найти на него ответы. Читал такого знаменитого нашего русского историка Болта. Есть такой Василий Васильевич Болт и его лекции. Да, и вы знаете, я не нашел там такого удовлетворительного все-таки ответа. Потому что, когда он пишет, что христиан гнали только за то, что они не приносили жертв императорам, так, то и не приносили жертвы иудеи тоже, но их же не гнали. Затем, что распускали о них слухи всякие, то, что они там младенца убивают, так это легко очень проверить. И все это были сплетни совершенно очевидные. Так что, вы знаете, просто действительно ответа буквально на этот вопрос не существует, по-моему. Единственное, в чём можно сказать, что христианство действительно являлось религией потрясающей концентрацией того духа, который решительно противостоит всему духу мирской вот этой жизни, вот противостоит решительно, выступает против этого и говорит, царство мы не от мира сего. Вот это более всего раздражает и убивает людей. Вы знаете, как? Вот сейчас возьмите особенно западное христианство, насколько оно социализируется, то есть сводит самую суть христианства и жизни к чему? Вот к этой социальной только деятельности, ко всему. А уж сектанты до чего доводят? Это подчас диву даёшься. Какая-то вот Глория Коупленд, например, опущена, маленькая брошюрка такая, она прямо говорит, когда Христос говорит о Царстве Небесном, то не думайте, что он говорит о том царстве. Он просто говорит об устроении благоденствия мира здесь, на земле. Вы слышите? Мне кажется, что вот этот дух творит себе формы. И дух, дух как иудейство того времени, так и язычество, он был решительно противоположным. А дальше уже нужны только поводы. Как иногда человека, когда не любят, вот кого-то не взлюбили, ищут только повода. Цепляются к любой мелочи, прицепятся, чтобы уже против него поднять скандал. Когда не любят. Вы слышите? Вот возненавидят кого, и всё. Цепляются к чему угодно. Дух. Дух – это первичная реальность. Я полагаю, что здесь главные причины, хотя, возможно, были какие-то и причины внешнего порядка. Вот так. Ну, надо же при какой... Нельзя же такие вопросы задавать. Сложные. А вот в Ветхом Завете тоже были 10 заповедей, их особо никто не исполнял. Или вот в коммунике говорили тоже, что человек – человек – это товарищи брат, и всё равно Советский Союз развалился. Почему вот вы думаете, что призыв к любви будет действовать? Я не сказал, что призыв к любви будет действенен. Даже более того, скажу, что его так никто не исполнял и исполнять не будет. И потому мир погибнет. Потому что нарушение законов природных, я говорю, даже юридических законов, человек в тюрьму попадает. Природных законов мы знаем, к чему сейчас экологический кризис. В конце года учёные говорят, что скоро вообще прекратится жизнь на Земле. Где-нибудь в середине нашего уже века. Слышите нарушение закона? Так что причина-то в чём? Закон-то хорошо, когда говорится. Указываются нормы. Но эти нормы достигаются в разной степени. А многие вообще не хотят никаких норм соблюдать. Напился в самолёте и начал бузить. Вот вам и нормы. Так что, видите, а насчёт советское время, я вам скажу, что моральный кодекс советского человека, что ли, как он назывался, там же очень много чего было взятое из Евангелия. И не знаете даже, а что, какое открытие я сделал? Оказывается, Ленин говорил, кто не работает, тот не ест. Не апостол же Павел, правда? Видите как. Так что не удивляйтесь. Скажите, пожалуйста, как научиться сострадать родственникам усопших? Я как катехизатор. Спрашиваю, объясню, в чём трудность. В древней церкви до сих пор день кончины святого, это день его памяти. Когда человек умирает, понятно, если мы скажем, если плохой человек умирает, если он всю жизнь шёл против Бога, тогда он сталкивается с трагедией просто смерти. Если человек умирает в покаянии, то для него наступает радость и торжество. Но наши погребальные песнопения пронизаны скорбью. Как это? Примирить в себе? Как научиться просто сочувствовать людям? Ну, видите, в древней церкви, например, день кончины мученика, то есть когда его предавали смерть, назывался «Диас Наталис» – день рождения. И поэтому этот день отмечался как день торжества, если даже хотите, правда же? В каждом дождём наоборот бы. А мы, смотрите, память мученика мы отмечаем, что рыданиями и воплями – нет, говорит, день праздника. Мы говорим даже праздник. В отношении же людей, так сказать, не святых, первое – мы не знаем, кто более свят перед Богом. Но я вам скажу так, если бы не евангелист Лука, никому и никогда не пришёл бы в голову, чтобы первый в рай вошёл бандит. Правда? Так и мы часто смотрим на человека, вот он, негодяй, и вор, и убийца, может быть. Так, а мы не знаем души его. Не знаем. И поскольку мы верим, что Бог есть любовь, и что Он не взыщет человека, ни на одну йоту больше того, чем Он, этот человек, мог бы сделать, а мы даже не знаем, что Он мог, а что Он не мог. Так, вот эта надежда на Бога-любовь, она вселяет в нас тоже радость. Да, вот так. Надежда на Бога-любовь вселяет радость. Это надо иметь в виду. Нельзя же представить себе, даже трудно представить себе, чтобы Бог, зная, что выберет человек в своей жизни – добро или зло, и, зная, что этот человек изберёт зло и, следовательно, пойдёт в бесконечные мучения, дал ему бытие. Значит, то есть Бог тогда что же? Даёт ему бытие для бесконечных, значит, мучений. Можно ли такое представить? Как соединить с Богом любовь? Поэтому вот эта надежда на то, что Бог есть действительно любовь, и что, коли Он дал Ему жизнь, то, значит, Он дал её в конечном счёте, в конечном счёте, пусть через страдания, но в конечном счёте для Его всё-таки благо, эта мысль, которая, кстати, подтверждается множеством святых отцов, вот, эта мысль, она вселяет надежду и определённый импульс радости. Вот так я бы сказал, да. Вы разбойника часто вспоминаете? Ну, ещё сам такой. Давно такое возникает вопрос, да, о том, что он в раю. Серьёзно? Вот, там же прошёл ещё промежуток, и мы ещё и голени перебили, и когда Господь ему говорит, что будешь со мной в войну, да, Он же не говорит, что ты уже со мной там, или точно, а, вероятно, Он говорит, что ты можешь со мной быть в войну. Как бы, значит, откуда, какие обумяки доказывают? Нет, в данном случае... Хорошо, хорошо, да. Вы затронули очень хороший вопрос. Я понял. Понял, да. Вы хороший очень вопрос затронули. Очень хороший. Я воспользуюсь этим вопросом вашим. Дело вот в чём. Что является критерием правильного понимания того или иного места Священного Писания? Протестанты скажут, ну, кому как кажется. На каждого действует Святой Дух по-своему, и каждого открывают по-своему. И рассыпались, как горох. Бедняжки. Католики скажут, в конце концов, Римский Папа что сказал? Так оно и есть. Так православные говорят, мы считаем правильным только то понимание любого места Писания, в котором мы находим, в котором находим согласное учение Святых Отцов. И вот в отношении вашего вопроса, в отношении вопроса вашего, согласные учения, ни одного нет Отца, у которого было бы другое учение, все говорят, что слова Христа, что сегодня будешь со мной в раю, прямо говорят, что Он сегодня же был в раю. Всё. У нас критерии. У нас у православных есть критерии. Вы слышите, чем наша религия, православная уже, я говорю, религия, отличается от других, конфессий даже. Мы имеем критерий, а у других этого критерий расплывчато. Я недавно с протестантами встречался как раз. Я говорю, ну какой у вас критерий? Лютер сказал, я не мыслю себя выше профессоров и соборов, но я почитаю своего Христа, выше всякой догмы и собора. Я говорю, слышите? Своего Христа. Что такое своего Христа? То есть так, как я понимаю, выше всякой догмы и собора. Слышите? Беда. Кстати, на этом очень многие ошибаются. Нам надо держаться за учение святых отцов. И когда мы находим единое мнение, не у одного даже, а когда мы находим у целой группы отцов, мы говорим, да, это учение церковное. Более того, скажем даже, если мы находим у другой группы отцов, находим учение иное даже, мы говорим, и церковь не осудила ни того, ни другого, значит, возможны две точки зрения. У нас критерий святые отцы. Вот так. И мы должны держаться этого. Вот хотелось бы знать, вот есть понятие об огромной жизни, да, ты хотелось бы на это дело. Есть митарство Божьей Феодории, есть церковное, то есть, третий день, девятый день, сороковый день. Вот как это сочетается между собой, вот говорят, что митарство Божьей Феодории, это вот опокрыт, то есть, где истина? Ну, скажу вам так, в отношении ведения Феодоры есть замечание, даже у наших очень авторитетных толковников, что это все-таки носило характер достаточно применительный к этой ситуации, к ней и тем людям, которые она открывала. Как есть термин такой отгоменом. То есть, вы знаете, некоторые вещи, откровения даются данному человеку, чтобы его убедить, ему что-то показать, ему что-то открыть. Но суть, суть, она выразила, какой суть? А суть следующая. Неважно, что в какой форме, но действительно мы будем страдать за все свои бессовестные поступки и будем переживать это. Сколько переживать зависит, видимо, от силы раны, которые мы наносим себе. Важна какая истина? Что здесь страдания будут. Если человек здесь, здесь, не раскается во всем этом, не очистит свою душу покаянием. Форма страдания, насчет формы страдания, ангел сказал Макарию, преподобному Макарию прямо сказал, всё, что ты видел здесь, это является лишь самое слабое подобие того, что там. Слышите? То есть, вот это видение по этому Феодоры, это слышите, что такое? Самое слабое подобие. Ну, какое слабое подобие? Я могу вам сейчас это изобразить. Какое слабое подобие? Например, например, да, вот человеку слепому вы хотите объяснить, что есть цвета красный, оранжевый, голубой, синий, зелёный и так далее. Он говорит, а что это такое? Так, человек подходит к фортепиано, наживает ноту до, это красный цвет, ре, это оранжевый цвет, дальше и дальше. Понял теперь этот слепой какие цвета? Да, он понял. нота до, это красный цвет. Вот так и мы с вами, так и Феодоре тоже было показано, слышите? Показано. Это слабое, самое слабое подобие того, что будет там. Потому что муки на самом деле будут носить какой характер? Душа, а не тело. Внутренний характер. Страсть уже сейчас нас как мучает? Как совесть может мучить человека? Подумайте! как злоба может мучить человека? Как зависть может мучить человека? Посмотрите! А там, там, оказывается, когда тело сбросится, то, оказывается, страсти там открываются с ещё большей силой. Здесь мы заснули, и, кажется, ничего, забылись. а там уже не заснёшь. Поэтому страсти в тысячу раз более сильные, чем здесь, будут мучить там. Вот что такое мытарство и что такое страдание, которым почему Бог и призывает. Спасайтесь здесь, пока не поздно. Кайтесь здесь, старайтесь жить по заповедям. Да, вот, чтобы избежать этих мук. Каких мук, кстати? Вот эти все страдания, душа вступает. Знаете, в какой мир? В мир вечности. Там нет времени. Поэтому там наступает страдание, которое называется вечными. Потому что там нет не временные там, а вечные страдания. Что такое вечность, мы, к сожалению, не знаем. Можно только пережить. Ну, вот так. – Вопрос написал, хотел бы, если ничего, озвучить. О проблеме уже старшества. Многие, начитавши книгу начальные людей, святых или новых подвижников, начинают искать старцев. Есть ли в этом опасность? Ну, вы знаете, вот опять приходится обращаться. Надо обратиться к святым отцам. Что они пишут? Первое, что они пишут, это что, в первом тысячелетии, что уже трудно найти старца непрелестного. Представляете, это просто удивительно. В первом тысячелетии это пишут. Пятый, шестой век. Второе, вот самые, может, яркими словами приведу слова, которые помню, хотя их очень много. Ян Десячий, прежде чем вдать свою душу кому-то другому, узнай его, испытай его и так сказать, не прямо, искуси его, чтобы тебе не оказаться, оказаться вместо пристани на острых камнях и не потерпеть полное кораблекрушение. Это второе. Третье. Третье. В монастырях и отшельники, пустынники часто имели старцы, имели учеников. И мы видим у них и в монастырях практиковался такой способ старец и ученики. отношения полного послушания. Полного послушания. Это было только в монастырях. И это было действительно при старцах, которые действительно уже были очевидны всем в святой жизни. Но даже и здесь Пимен Великий, например, говорит, а не кто-нибудь, говорит, просто не говорит, а приказывает, немедленно разлучаться со старцем, если продолжение с ним жизни ведёт, является душевредным для тебя. Слышите? Четвёртое. Наши опытнейшие люди, допустим, 19-го столетия, наставники такие, как, ну, хотя бы Игнатий Бринчанинов, Теофан Затворник, оптинские старцы, один в один все говорят, знаете, что говорят? Четвёртое, последнее, касательно непосредственно нашего времени. Духоносных наставников нет. Слышите? Духоносных – это какие? Которые видели бы душу человека и могли тебе прямо самую суть сказать? Нет. Поэтому наше время – это время не послушание между духовником и посомом, а время совета. Слышите? Они подчёркивают. Наше время – это жительство по совету. Тот духовник, который вы нашли, это великое благо, кстати, если вы нашли разумного и опытного, этот духовник – друг, а не командующий. Друг. И он сразу покажет, кто он. Если он командует, ясно, он наполнен самым мнением, от него надо бежать. Друг, напротив, он скажет, как скажет? Вот святые отцы по этому вопросу пишут так. Ссылается в основном на святых отцов, но не на себя. Но если он даже скажет, что ты от себя, то скажет, мне кажется вот так, но ты подумай, пожалуйста, спроси, может, ещё кого-нибудь. Истинный духовник не приказывает. Вот так. Так что наше время – это жизнь по совету. И дай Бог найти только такого, именно назовём его духовником, но истинный духовник – это друг, но не командир. Вот так. Когда Иисус воскрес, и веке Мухгалин, она его не узнала, и когда ушёл рядом с учениками, вот как вы объясните? Ну, тут можно объяснить по-разному. По-разному можно объяснить. Такой, если чисто такой, внешний характер объяснения, то вы знаете, как на Востоке особенно они ходят часто закрытые? Совсем. Часто очень, очень закрытые бывают. Вот. Это бывает одна из причин, когда очень легко, легко, если не посмотреть внимательно на человека, то можно перепутать. Кстати, и сейчас иногда мы перепутываем. Да. Если внимательно не приглядимся. Это вот такое даже первое объяснение. Второе, что, может быть, Господь до времени не желал ещё это открыть, это человеку. До времени. Вот этим, как, например, которые шли и разговаривали с Ним. Но они потом что сказали? Не горело ли в нас сердце, когда Он говорил с нами? То есть они уже почувствовали, слышат, и, может быть, даже знакомый голос, но, понимаете, к сожалению, как? Вот бывает так, вот не обращают внимания. У меня был такой случай один, это, ну, просто смешной. Моя дворная сестра даже была в лесу, там, за грибами, ну, кончик грибы, так, приходит на дорогу и голосует. Останавливается машина, она садится, машина, рядом с водителем, и едет. Ей надо было, я говорю, и она говорит, странное дело, надо же, везёт меня. Откуда же он знает, какие улицы? И прямо подводит к самому дому. Вы слышите? И потом, там автобус стоил 20 копеек, она даёт ему рубль. А это был её сын. Так? И тот говорит, мало. Она как вскинулась, она как вскинулась, как мало. И, ах, это ты, Саша. Вы слышите? Вот даже такие случаи бывают, а вы говорите. Так что не удивляйтесь, пожалуйста. В порядке очерёдности. Кто-то тянул руку, вот да. Наша тема, как снилось любви к Богу и любви к ближнему. Первые две запятки, которые мы должны исполнить. Вот эту любовь, как бы я бы себе, допустим, мне, допустим, трудно, допустим, не любить Господа и любить ближнего своего. И хотела, ну, как бы, вопрос такой, как это сделать? Вот одно из евангельских, значит, высказываний, когда лудница отёрла ноги Господу, да, и он сказал, прощаются тебе грехи твои, потому как ты возлюбила. И потом идёт следующая фраза. Там много прощается, а как он много прощается, тот много любит. Вот эта вот любовь приходит, ну, даёт Господь посылает вот эту возможность человека любить, потому как по прощению наших приходов, то есть, как-то вот так, вы понимаете, Боже, да? Скажу так, надо понять, понять первое, что такое любовь к Богу. Христос отчётливо сказал, меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. Разве могу я сказать, что мне человек говорит, я вас люблю, я вас люблю. Говорю, ну, слушай, вот сбегай, принеси. Нет, мне не хочется. Ну, дай мне взаймы это. Ой, я не могу. Ну, и так далее. Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. Вот, оказывается, в чём проявляется любовь к Богу. Одна из этих заповедей, одна из заповедей, это доброе, хорошее, благожелательное, справедливое отношение к людям. Вы не подумайте, когда говорят, любовь ближе, то есть, пылаю любовью. Да нет же! Где нам пылать любовью, особенно к врагам? Какое-то, какое-то, что вы? Справедливо отнесись к тому человеку, которого ты терпеть не можешь. Вот и всё. Это уже будет знак любви. Вот, что такое любовь к Богу. Любовь к Богу – это исполнение заповедей. Какие? Не погрешать не только делом, но не погрешать и словом, и мыслью даже. Вот любовь к Богу. А ближе мы и так понятны. Не делай другому того, чего не хочешь себе. Вот таким образом надо понимать. Вот так. И в зависимости от степени нашей борьбы с самим собой, и Господь, видя это, воздаст и нам соответствующим образом. Если я человеку, которого терпеть не могу, так, и вдруг я пересилив себя, всё-таки скажу доброе слово, улыбнусь ему, тем более, если что-то сделаю, ох, какое это великое благо, потому что это будет исполнение заповеди Божьей. Вот так. Почему болеют, умирают здесь? И что на этот счёт говорят с 5 слов? Они говорят очень просто. Мы все идём по очень, по очень трудной горной дороге. Обрывы, скалы, а то и леопарды, разбойники. Мы все идём. Это наша жизнь. И вот представьте себе, вдруг вы идёте с ребёнком, дорога ужасная. Того гляди, тут ещё обледенело всё, тут может обвал быть. И вдруг подлетает вертолёт, говорит, есть одно место, и мы летим как раз туда, куда вы идёте с ребёнком. Что вы сделаете? Ой, возьмите ребёнка, возьмите, пожалуйста, хоть он спасётся, я не знаю, спасусь я или нет. Вертолёт берёт. Он уже дома. А мы ещё идём. Наш дом не этот, не имеем здесь пребывающего града, а грядущего взыскуем. Это только глупый человек, думая, а жизнь здесь. Да нет же, мы здесь вмиг, и жизни нет. Там наша жизнь. Причём не какая-нибудь, не просто жизнь души, а будет всеобщее воскресенье. То есть настоящий, полноценный человек будет, но уже его душа уже там, слава Богу, он избежал, может быть, таких скорбей и страданий, о которых мы даже и не предполагаем. Почему христиане, даже испытывая страдания от того, что расстались с своим там ребёнком, тем не менее радуются, слава Богу, он уже избежал, может быть, таких, таких бед и невзгод, о которых мы даже и подумать по-не могли. Вот как христианцы смотрят на преждевременную, как мы говорим, смерть детей. В Иванове сказали, первомученик Стефан, архиерик. А как же мифлеемские младенцы, которые были у них? Мифлеемские младенцы, Ульяна и Ирода, вот не они были первыми мучениками до христа? Хорошо. Ну, давайте решим. Ну, вот, допустим, я скажу, первым мучеником были мифлеемские и так дальше. Скажу, Стефан, и дальше что? Какая разница, я не понимаю, в чем, что беспокоит? У меня просто чувство, что в первую очередь за то, что происходит в мире, не правильно, дети страдают. Что? Дети страдают, в том числе наши. За что? Ну, за то, что мы их решим. Это другое дело совсем. Это другое. А я на ваш вопрос отвечаю, да. Дети еще ничего не понимали. Помните, от двух лет и меньше. Вот. И еще, и вот в чем дело. И Христос еще не пострадал. Христа еще никто не исповедовал. Еще не было христианства. Поэтому мы их не называем, не называем их первомучениками. Ах, Стефан уже? Да. Он пострадал до исповедания Христа. Поэтому ее так и называем. Спасибо. Да. Алексей, у нас такой вопрос. Господь создал миром. То есть даже из них он создал все. У него нет времени. То есть все уже закончено. То, что даже мы сейчас досидим, оно как бы уже там у него запрограммировано, как скажем нашим языком. Как это совместить с человеческой свободной волей? Угу. Хорошо. 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 Как бы это... Вот я приводил пример, как объяснить слепому цвета, как объяснить глухому звуки. Говорят, есть гармония, есть консонанс, есть диссонанс. Он не понимает, что за чушь такая. Мы пытаемся понять то, что, к сожалению, может быть, к счастью, нет, к счастью, выходит за пределы нашего сознания. Вы знаете, сейчас возьмите даже только один микромир, в который сейчас влезла наша физика. И что, знаете, перед чем они оказались? Вот, кстати, поинтересуйтесь материалами, хотя бы у нас каждый год проходит конференция наука, философия и религии в Дубне. Каждый год. Её материалы так мы и сдаём. Да. Перед чем вы сейчас оказались учёные? Они разводят руками. Мы не знаем, как передать на нашем вот этом языке те реальности, которые открылись нам там. И начинают придумывать такие слова, которые смех один. Или какие-то назвали «кварки». Что такое за чушь «кварки»? Или ещё пуще какие-то струны. Ну, что за струны? И вообще сейчас встали перед тем фактом, что нет единой теории, с помощью которых можно было бы описать даже эти вещи. Это в какой сфере? Вот то, что мы можем потрогать, понюхать, пощупать. И то мы не знаем, как. А вот здесь вдруг как можем. Надо чуть-чуть это понять. Ограниченность нашего ума. Вы обратите внимание, мы всё воспринимаем, как в трёхмерном пространстве и времени. Слышите? А уже в математике, например, используется N-мерное пространство. То есть N сколько угодно подставьте. А как у неё Пикассо, тот взял и нарисовал скрипку в четырёхмерном пространстве. Представляете? Ну, чушь! Это абра-кадабра, невероятнейший. Посмотришь, ну что, человек с ума спятил. И так до сих пор не ясно, что он нафантазировал, или действительно ему открылось четырёхмерное пространство. Мы же не понимаем. А вдруг действительно десятимерное пространство? И как понять? Не знаю. Так что вы коснулись вопроса, которым можно только сказать одно – не знаю. Нужно ли понуждать близкого человека к таинству исповеди? Спасибо. О, молодцы! Вот это люблю краткость. Я вам скажу. Христианство – та религия, которая запрещает насильно заставлять человека идти в рай. Если бы это можно было сделать насильно, Христос взял всех нас за шкирку и прям в рай. И всё. И мы взлопили там. Ой, нет, нам не подходит рай. Помните, как анекдот такой? Как один. Один, так сказать, умер. И ему говорят, ну вот, покажь, пожалуйста, вот видишь, вот тебе рай. И показывает ему хорошее кабарет там, вот вино, музыка, девочки, всё такое. Это, говорят, ад. Так, дальше проводят его там, ну, такие деревья, цветочки, все ходят, скромненькие. Да, говорят, а это рай. Он говорит, ну, а теперь выбирай. Он, конечно, в ад. И его прямо раз схватили и на сковородку. Он кричит, так я же в ад хотел. Так то был агитпункт. Вот так. Так вот и здесь, видите ли, такая-такая же ситуация, да. Вопрос. Почему Господь не сделал, в кавычках, быть человека после пергрехопадения чуть добрее, радушнее, чтобы в мире было меньше зла? Что такое чуть добрее? Что вы говорите? Вопрос очень простой. Или у него свобода есть, или нет. Вот и всё. Если есть свобода, всё, он, пожалуйста, может вести себя и так, и сяк. А если нет свобода, то хуже существа не придумаешь. Представляете, всё понимать, всё чувствовать, всё переживать, а свободы выбора нет. Какой ужас! Это хуже всякой скотины было бы, существа. А человек – богоподобное существо. Он может только, именно только, свободно, может, нельзя заставить насильно любить. Нельзя. Понятно? Понятно. Вот так. Почему и сам Господь пострадал, чтобы люди, увидев, преклонившись перед этой величайшей жертвой любви и смирения, могли также добровольно обратиться к нему. Кто-то это сделает здесь, став христианами, и это счастливые люди. Кому-то придётся, видимо, перенести очень многое по смерти, страданий и тяжелейших испытаний, чтобы понять, наконец, что кто такой мы, кто такой мы без Бога, кто мы такие. Оказывается, всё несчастнейшие люди. Поэтому церковь молится за усопших. Вы слышите, какое великое благо! Церковь молится за усопших. Оказывается, возможно, изменение. И тот, кто не познал здесь, к сожалению, но, может быть, хотя бы познает там, пройдя через эти испытания, через страдания. Вот так. Так же чуть-чуть добрее не получится. Или целиком, или всё, или ничего. Алексей Юрьевич, человек перед смертью не сподобился исповедоваться перед священником и получить отпущение грехов. Но в душе он каялся перед Господом, осознал все свои грехи. Простить ли его Господь? Не знаю. Не знаю. Это Бог знает, как он сознал, как он каялся. Не знаю ничего. Разбойник, кстати, ни одного греха своего не назвал тоже. Я думаю, что современный, как он батюшка, ему предъявит какие-то претензии, наверняка. Должен был разбойник написать вот такую хартию и дать батюшке. Вот, батюшка, мои грехи. И пока батюшка читает, сходить там в магазинчик, кое-что и купить. Правда? Вот так. Я шучу. Про филиофию читайте учебник по сравнению с благословью. Или ещё мою книжку можно читать про филиофию, кстати. Про католическую христологию тоже учебник, католическую мариологию тоже учебник. Как Вы относитесь к возможной канонизации Папы Ирины и Иоанна Павла II? Я? Так это дело... Это дело католической церкви. Обязательно его канонизируют. Ну что, чем хуже, тем лучше. Есть такой принцип. Это худшего Папы ещё в 20 веке и не было, чем Иоанн Павел II. Только ему не говорите. Да. Вот так. Уж столько понаделал, что, Боже мой, и просто странные вещи. Поэтому его, конечно, канонизируют. Так что можете быть спокойны. Алексеевич, про Вашу книгу «Посмертная жизнь». Какова целева аудитория этой книги? На каком этапе духовной жизни или выцерковления эту книгу лучше читать или не читать? Господи, сейчас цель книги была такая. Сейчас очень много появилась всякая писанина в отношении посмертной жизни. Причём такие фантазии подчас, такие выдумки, такие какие-то оккультные всякие идеи, чего только нет. Просто смотришь, это какая-то беда. Вот. И поэтому я посмотрел и решил, что пишут святые отцы об этом. И попытался указать, цитируя святых отцов, как они мыслят, как они думают о посмертной жизни, чтобы человек мог видеть учения церковные, а не чьи-то фантазии и домыслы, которые кругом, это полно, Господи, я пультист, и кто и сектанты, кто только не пишет. И светские люди совершенно, которые ничего не понимающие. А мы должны следовать, ещё раз говорю, святым отцом. И должны объективно смотреть, как они пишут и смотреть на это. – А Серафим Роуз? – Ну и Серафим Роуз тоже. Серафим Роуз – хорошая книжка, да. Ну, он-то, а сколько литературы, знаете, какой, просто безумный, глупый литератур. Вот по этой причине. Всё-таки, чтобы святоотеческое учение было, мы могли иметь, иметь хотя бы какое-то твёрдое основание для понимания многих вещей. Вы видите, только молитву за умерших, только, ну, скажите, во что превращают молитву за умерших? Это прям беда. Да. Всё превращают в одно только. Заказать сорока уст, ставить на год, поставить столько-то свечей, поставить столько записок, подать батюшке, помолитесь. Я-то молиться не буду. Батюшка пусть молится. Превращают чисто в внешнюю какую-то обрядовую форму. Это безобразие. Просто. И не понимаю, почему с файфанозатворника там даже привожу. Да когда же батюшкам, когда вы насыпали целый хворох, вот так насыпали, когда же батюшки за каждого тут молиться? Дай Бог совершить богослужение. Если ты, человек, не будешь сам молиться за него, да не возьмёшь на себя ещё хоть маленький подвиг хотя бы, хотя бы сорок дней, не включать этот ящик или ещё чего-нибудь такое, не возьмёшь хоть маленький подвиг, так ты ничего не сделаешь для своего усопшего человека. Хоть чуть-чуть оторви от своей души. В эти сорок дней побудь христианином. Поисповедуйся почаще, причащайся. Хоть сорок дней. Потому что наше духовное состояние, оно обуславливает в огромной степени состояние души по смерти. Вот такие вещи написать. А то и всё приводит к чему? К одному обряду. Сколько свечей поставить, во сколько монастырей подать, сколько записок, а сами, а сами и ничего не делаем. Подумайте только. Вот я говорю, просто даже один этот вопрос. Как он много значит? Вот это была причина. Вот была это именно причина, почему я решил всё-таки написать эту книжку. Сейчас. И последняя записка, которая у меня на столе. Рекомендуете ли вы читать книги Николая Графовича Пестова? Что именно? Для кого? Ну, вы знаете, у него неравноценные вещи. Есть у него действительно и кое-что и хорошо, а есть и вот там об апокалипси, например, у него там такие вещи есть. Он допускает и мысли, на мой взгляд, сейчас очень такие неосторожные, когда он не видит подчас разницы между православными святыми и некоторых католических святых, так указывает, того же Франциска Асистского, не понимают сути дела. Сути не понимают самые. Наши святые отцы категорически запрещали всякое воображение, никаких картин. Наши отцы говорят, только та молитва принимается, которая исходит из покаяния, из осознания своего покаяния. А тот же Франциск, как это не понять? Молится, дай мне, Господи, пережить все те страдания, которые пережил за нас. Моська уравнивает себя со слоном. Дай мне пережить ту любовь, которой ты горел. Ну, что же это такое? Не о покаянии, не о своих грехах. И потом это беспрецедентное явление в истории церкви. Это стигматы, которые с точки зрения психологии объясняют это ну, совершенно элементарным образом. Слышите? Элементарным образом. Что если вот это сосредоточение внимания, подумайте на чём? Не на душе, не на своих страстях, не на борьбе с ними, а на чём какую боль переживал Христос, когда забивали гвозди. Вы слышите? Вот непонимание... Это я просто в Кальций пример говорю. Вот это непонимание всей его принципиально совершенного, принципиального различия между этим католическим направлением и православным. Что значит православным? Под православным, я разумею, подвижники первого тысячелетия, Востока и Запада! И Запада! И западные святые! Бенедикт Нурсийский такой же святой! Вот в чём дело! Оставление Западом католическим подвижниками вот этого святоотеческого пути жизни! Вот что, к сожалению, у него, смотрю, этого нет! Да и вообще многие не понимают, какая разница! Какая разница! Не всё равно, все святые! А что такое святые? Что такое за пустые слова? Спасибо, Господи! Благодарю вас за внимание! Спасибо! Спасибо! Спасибо!